Девушки отдыхают Что брак без любви не есть брак Что только любовь освещает брак Какая же это любовь? Вы меня простите, какая любовь освещает брак? Истинная? Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен брак Что разуметь под любовью истиной? Всякий знает, что такое любовь, а я не знаю Надо определить, что вы разумеете Очень просто Любовь? Любовь – это исключительное предпочтение одного или одной перед другими Да, совершенно правильно Но предпочтение на сколько времени? На месяц, на год, на два дня, на полчаса? Не знаю Простите, вы, очевидно, про другое говорите Нет, я про то самое Про предпочтение одного или одной перед всеми другими Но я только спрашиваю, на сколько времени? На сколько времени? На долго? На всю жизнь иногда? Справедливо Да ведь это только в романах и в романсах В жизни никогда В жизни это предпочтение одного перед всеми на года Что очень редко Чаще на месяц, а то на недели, на дни, на часы Ах, ну что вы Да, я знаю Вы говорите про то, что считается существующим А я говорю про то, что есть Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью К каждой красивой женщине Ах, это ужасно, что вы говорите Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью И которое дается не на месяцы и годы А на всю жизнь Нет, нету Привет, как дела? Как у вас с Максом? Привет Ну, так, не очень Сначала у нас все было классно Проводили вместе много времени А потом все как-то изменилось Начали ссориться, ругаться И сейчас почти не видимся Может и правда любви нет? А при чем здесь любовь? Мы постоянно видим, как люди в кино и сериалах влюбляются, расстаются, влюбляются снова и так раз за разом И нам почему-то кажется, что это любовь А может это просто половое влечение? А что же тогда настоящая любовь? Это то, что выше всего этого И бывает только в книгах Бывает и в жизни Но это требует времени и работы над собой То, что у вас было в начале Это просто влюбленность Когда хочется часами по телефону болтать Видеться каждый день и все такое И что не так? Ты просто удовлетворяешь свои чувства И думаешь, что у вас, типа, настоящая любовь И вы идеальная пара Ну, природа устроила так Что вот есть медовый месяц Сначала приятные отношения Чувства еще не пресыщенные, свежие Такая интенсивная любовь у них Они общаются, не разлучаются Смотрят только друг на друга и так далее Просто они не знают, что называть любовью А что называть привязанностью И почему кажется, что любви нету Потому что первое чувство, которое возникает у нас На уровне химических каких-то процессов Это привязанность Я хочу Я люблю банан, например Я люблю бананы Но что я с ними делаю? Я просто их съедаю То есть моя любовь Она только основана на желании потреблять На желании удовлетворять собственные чувства Влюбленность Насыщение Именно в период влюбленности Люди совершают самые безумные поступки И самые большие ошибки Что же происходит с человеком в этот момент? Мужчина и женщина Испытывают сильное влечение друг к другу Так как в организме начинают вырабатываться Определенные гормоны Разум притупляется И влюбленные очень болезненно воспринимают Какие-либо советы со стороны Они похожи на людей Которые провели долгое время В безводной пустыне Пытаются упиться Своими страстными отношениями И полагают, что это будет продолжаться вечно Между влюбленностью и любовью Есть определенный путь Потому что люди путают рекламный ролик С самой сутью любви И потом они делают ошибочный вывод Что любовь закончилась А любовь еще не начиналась Это как трейлер перед фильмом Мы посмотрели, но фильмы еще и не увидели Ну может и так, и что дальше? Рано или поздно Ваши чувства присытятся Вместе уже не так интересно, как раньше И вы ищете повод Не встречаться друг с другом Я не ищу повод Все равно чувства остывают Брали, брали и насытились Возникают ссоры Взаимные претензии В общем, как у вас Мы не можем одно и то же слышать Постоянно Мы не можем смотреть Один и тот же фильм постоянно Мы не можем даже самую красивую музыку Слушать непрерывно и постоянно То есть эффект пресыщения Наступит обязательно То есть вначале мы проявляем Самые свои лучшие качества И видим в партнере тоже Самые лучшие его проявления Но в процессе жизни В процессе общения Какие-то негативные стороны Они начинают выходить наружу Но мы не готовы с этим жить Мы не готовы с этим мириться Потому что мы просто хотим наслаждаться И естественно Первое, что начинаются ссоры То есть Ты оказывается не такой Или ты не такая Я предполагал Что-то совсем другое Пресыщение Наши чувства Можно сравнить с сосудом Любой сосуд Рано или поздно наполнится Пресыщение Это крайняя точка Граница между насыщением И отвращением Едва ли кому-то удается Достаточно долго находиться Вблизи с объектом Своих страстных воздыханий И при этом удерживать себя В состоянии Розового счастья Кому-то хватает И двух недель А на кого-то Разочарования могут напасть Прямо на следующее утро После свадьбы Как правило В момент влюбленности Мы любим не самого человека Мы любим свои представления о нем Свои фантазии о нем Свои домысливания Дорисовывания Мечты, надежды Вот это мы любим Влюбляемся в это И мы это взращиваем Взращиваем А потом вдруг человек Вообще не в той стороне И вообще не о том И в этот момент нам предстоит Переосмыслить Вообще нам Когда я говорила Я тебя люблю Это было о чем? У меня есть много примеров Люди очень быстро хотят пожениться Очень быстро Вот они буквально прибегают Как будто запыхавшиеся Говорят Давайте срочно Срочно Нам надо срочно Срочно жениться Мы ужасно любим друг друга Мы друг друга не можем Нам надо венчаться Надо на срочно Там все Вот так Прибежали мы Повенчали не убежали Это самые позорные венчания Которые бывают на свете Именно такие Потом они появляются В твоей жизни Через какое-то время Ты спрашиваешь Ну как живете? Говорят Да уж дома не живем И ты понимаешь Что ты преступник Потому что ты повенчал Как бы совершенно сырых людей Когда чувства Пресыщены Наступает Полоса раздражения То есть мы уже Перевыкли друг к другу Начинаем надоедать И в конце концов Начинаем раздражать Друг друга Это все опять же Деятельность чувств Человеческих Обычная деятельность чувств Я помню Когда я была Студентка Я вдруг поняла Что я говорю Я тебя люблю А на самом деле Я люблю Как ты любишь меня И тогда мне предстоит Встретиться с этим человеком И увидеть его Или просто разочароваться И начать искать Другую фантазию Мечту Иллюзию Которую я опять полюблю И которую я опять Потом разочаруюсь Большая часть людей Именно этим и заняты Они не видят Кроме своих фантазий Никого другого А разочарование Это всегда Расставание Со своими собственными Представлениями Об этом человеке Да ладно Не у всех же так Окей Вот тебе какой торт нравится Ну Наполеон А теперь представь Каждый вечер Приходя домой Ты ешь торт Наполеон И за дня в день Что произойдет? Потолстею? Ага А еще через месяц Ты начнешь ненавидеть И торт Наполеон И в целом Париж И Францию То же самое происходит В отношениях Мы насыщаемся Насыщаемся И возникает отвращение Если все так Тогда никто и не женился бы Конец свадебной индустрии Это касается не только отношений Между девушкой и парнем Так же происходит и в семье Вот люди встретились Поженились Насытились друг другом Возникло отвращение Ссоры И они думая Что любовь закончилась Разводится То есть мы сначала Очень сильно хотим Какой-то объект Начинаем Испытывать вовлечение Очень хотим Это все попробовать Потом чувства присыщаются И происходит разочарование И нам кажется Ой, это была какая-то иллюзия Оказывается Я этот продукт не люблю Или я не люблю этого человека Или любви на самом деле нет Вот оно разочарование То есть Процесс в том Что не было еще этой любви Но первый снег тает Любовь Еще раз подчеркнем Это чувство Созревшей личности А когда человек сырой Ну, конечно Там будет все эмоционально Очень Очень эгоистично Очень истерично Там будет очень много обид А потом будет куда-то Исчезать это чувство И сейчас люди Они не хотят трудиться И просто хотят влюбляться И знаете, как жевательная резинка Пожевали Скус закончился Выплюнули следующую Жевательную резинку И вот люди Они просто ходят Такое дешевое Дешевое отношение Такие Как, знаете Бабочки-мотыльки Однодневки Здесь побыл Немножко Здесь побыл Немножко Мне вызывает Это большое Сожаление Потому что Человек не соприкасается Ни с собственной глубиной Ни с глубиной Другого человека Отвращение Период отвращения Характерен Глубокими разочарованиями Именно на этой стадии Случаются Почти все разводы Смотрите Как все примитивно Мы сближаемся Потому что нам хорошо И разбегаемся Потому что уже Не так хорошо Это уровень Животного сознания Половое влечение Уже не воздействует На сознание И партнеры Начинают находить Друг в друге Недостатки Ссорятся И расстаются Опять кого-то встречают Опять половое желание И снова насыщение И отвращение И так Вновь И вновь Все, что Вызывается Обычными Материальными чувствами Проходит несколько фаз Как голод Насыщение Пресыщение Отвращение Это Ну естественно То есть Абсолютно все Как мы, например Если мы голодны Нам все вкусно Но стоит нам Начать есть И постепенно Этот голод Пресыщается И так, например Многие люди Они Жаждут отношений И когда они Вступают в отношения Так ярко Так сочно А потом Это тоже насыщается И человек Переходит в Пресыщение И потом Насыщение И вплоть до Отвращение Настоящее отношение Находится За пределами Этого Это наша Первая ссора Случилась На третий Или четвертый День Я называл Это ссорой Но это была Не ссора Это было Только обнаружение Той пропасти Которая В действительности Была между нами Влюбленность Истощилась Удовлетворением Чувственности И мы Остались Друг против друга В нашем Действительном Отношении Друг к другу Два Совершенно Чуждые Друг к другу Эгоиста Желающие Получить себе Как можно Больше удовольствия Для себя Один За счет Другого Но я Не понимал Этого Я думал Ну поссорились Ну помирились И что Больше Этого Уже Никогда Не повторится Ну допустим Пара поняла Что это было Просто половое Влечение Чувства Присытились И так далее Что им тогда делать Во-первых Нужно терпение Просто сидеть И терпеть Во-вторых Взять ответственность В отношениях С близким Человеком Это может быть Неприятно Но они терпят И заботятся Друг о друге А что значит Взять ответственность В отношениях Живешь Человеком Видишь Недостатки Что-то Не нравится В нем Что-то Раздражает Тебя Но вы Продолжаете Выполнять Обязанности Например Она создает Уют Готовит Еду Он Обеспечивает Семью Берет Ответственность За тебя За детей Терпение Терпению Рознь Есть терпение Такое Знаете В невежести Когда я Просто Подавляю себя Из меня Что-то выходит Я запихиваю Запихиваю Так Знаете Терплю Терплю Потом Это Я обязательно Взорвусь Сто процентов Потому что Истинное терпение Оно невозможно Без того Чтобы я Работал Над самим собой Потому что Терпение Созидающее Качество Не подавляющее Качество Так вот Терпение Созидающее Это тогда Когда в результате Этого терпления Я становлюсь Другим Мое сердце Становится Другим Мое понимание Становится Другим Я понимаю Что в результате Терпения Я становлюсь Лучше Не то что Я пережидаю когда что-то с другим человеком пройдет. Выполнение долга. Период выполнения обязанностей из чувства долга может быть довольно продолжительным. Тем не менее, периодически в отношениях этого уровня проявляются вспышки искренней благодарности и любви. По большому счету, действовать из чувства долга может только духовно богатый человек. Выполнение долга нисколько не принижает человеческое достоинство, а наоборот, возвышает его. Все отношения, которые длятся долга, они продиктованы чувством долга. Вот такая игра слов. Долг и долга. То есть люди, которые живут в отношениях и имеют чувство долга по отношению друг к другу, по отношению к своей семье, к своим близким, к своим обязанностям, они и могут как раз прожить долго. Человеку может нравиться, например, девочке, может нравиться какой-то маленький дерзкий, сильный качок, который никого не боится. Но это же не значит, что с ним можно жить. Поэтому женщины в этом смысле должны быть практичнее, серьезнее, основательнее. Должны смотреть на него и понять, с ним вообще можно жить или нельзя. Там не спать, и не тусоваться, и не гулять, и не подружкам показать. Гляньте, каким я пацаном пришла. То есть это не для жизни. А вот она должна смотреть на него с точки зрения взрослой женщины. Пусть ей, например, ей 18 лет. То есть она умная девчонка, и она уже женское в ней чувство проснулось. Она смотрит на нее, он вообще будет отцом или не будет? От него можно рожать? Можно вообще себя ему отдать, чтобы с ним по жизни жить, идти вместе? Он будет вообще мужиком? Он защитит меня, если что, или нет? Кто он вообще? Она должна так смотреть на мужчину, женщину. В этом нет ничего плохого. В этом есть такая хорошая прагматика такая. Человек не будет жить ради долга, если он не понимает пользы в этом. Потому что понятие долга противоречит представлению о счастье для многих людей. Счастье – это свободная жизнь, они думают. Наслаждайся вот чем хочешь. Для молодежи вот обычно это свойственно, мышление. А уже старшее поколение, оно уже как имеет опыт и понимает, что без долга вы не сможете построить ни семью, ни общество. Невозможно достичь ничего, в принципе. И что теперь? Выполнять обязанности, стиснув зубы до конца жизни? А как же наше счастье? Любовь? Что ты будешь чувствовать, если близкий человек изо дня в день делает для тебя что-то хорошее? Ну как? Радость? Благодарность? Да, а чувство благодарности рождает уважение к человеку, начинаешь его ценить. Хм, то есть уважение и есть любовь? Ну, уже близко к ней. И как же к этому прийти? Важно научиться ценить близкого человека за его внутренний мир, уважать за его заботу и терпение. И, конечно, развивать положительные качества характера. Девушка должна научиться развивать качества определенные, которые будут помогать ей в ее жизни. Первое очень важное качество — это чувство собственного достоинства. Девушка, которая знает себе цену, она не позволит, чтобы с ней обращались неподобающим образом. Следующее качество — девушка должна научиться принимать. Принимать человека таким, какой он есть. с его плюсами и минусами. И не просто принимать, а еще делать акцент на лучшие стороны этого человека. Также девушке очень важно понять, что она должна следить за своим здоровьем. Потому что в отношениях мужчина, он может заботиться, он может переживать. Но если это будет постоянно больная, неудовлетворенная женщина рядом с ним, то есть хороших отношений не будет. Поэтому здоровый образ жизни, он тоже очень важен. Женственность. Девушка должна развивать свои женские качества. Такие качества, как мягкость, терпение. Женственность, она проявляется в манере. Женственность, она проявляется в речи. Она проявляется во внешнем виде. То есть это все разные параметры одного качества. Для того, чтобы девушкам развить хорошие качества, ей необходимо общаться с людьми, с носителями этих качеств. То есть найдите людей, на которыми вы хотите быть похожими, которые являются носителями этих качеств, которые помогут вам стать настоящими женщинами. Женщина, которая проявляется в речи. Знаете, сейчас так много всего отвлекающего наружу человека. И в основном сейчас все люди заняты внешней жизнью. Как я выгляжу, как я смотрюсь, селфи, потом инстаграм, лайки. А в конечном итоге внутренняя жизнь именно человека, она является настоящей истиной. Потому что вот эта вся мишура нас падет. Каждый вечер и каждое утро я бы рекомендовала каждому молодому человеку обратиться к себе внутрь. Вот все, что происходит со мной в жизни, оно вообще меня к чему вообще? Я трачу свою жизнь или я что-то созидаю внутри? Потому что человек не может полюбить другого, если он не понимает самого себя. А для начала нужно быть внимательным к окружающим людям. Звезд неба не хватать, никому не завидовать. Заниматься полезным делом. Стараться хоть кому-то быть полезным. Не терять время даром. И настоящие отношения, они очень всегда сопряжены с тем, что тебе важна эта личность вторая. Что же за личность перед тобой? И порой человек сам не знает, какая сокровищница внутри него живет. А второй человек, он ему помогает. Вот это и называется любовью. Когда мы вместе открываем друг друга. Вот любовь это об этом. Любовь не может быть чем-то поверхностным, как ее теперь преподносит. Она по своей природе духовна. И важно не путать ее с обыкновенным половым влечением. Истинная любовь между близкими людьми появится, лишь когда они в сотрудничестве друг с другом будут развивать свои положительные качества. Вот эта вот забота, служение, это и есть как бы грань истинной любви. Если мы ничего полезного не делаем друг для друга, не может быть и речи вообще о любви. Это лишь потребительское чувство наслаждаться друг другом, эксплуатировать друг друга. И что такое любовь? Это способность служить. Потому что любовь многие воспринимают, как, знаете, романтическое чувство, которое под лугой меня накрывает, там, я не знаю, дрожь по коже и так далее. В основном все думают об этом. Однако, если мы возьмем примеры действительно бескорыстной любви, например, мать к ребенку, да, или когда к пожилым родителям уже, когда ты не можешь ничего обратно получить, да, это всегда пример служения. И вот наша задача по жизни научиться быть бескорыстным, научиться быть полезным, научиться строить отношения, научиться служить. Вот это все-все-все и называется любовь. И это действительно цель нашей жизни. Однажды женщина увидела необычный сон. Она шла по городу и, выйдя на незнакомую улицу, увидела вывеску «Все для счастья». За прилавком стоял ангел. Он сказал ей, «Здесь есть все, что ты захочешь. Можешь взять это совершенно бесплатно. Я хочу счастья и настоящей любви». Ангел улыбнулся, что-то взял с полок и протянул ей маленький мешочек. Как? И это все? Я могу дать тебе только семена. Что ты вырастешь в своей жизни зависит только от тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok